Анимационный фестиваль в Суздале снова бьет рекорды. В программе больше 350 мультфильмов. На конкурс отобрали 107 работ. Среди них уже вышедшие на экран «Смешарики дежавю», «Снежная королева зазеркалья» и «Гур Винник. Волшебная игра». Вместе со всемирно известными режиссерами на призы Суздальского фестиваля по традиции претендуют и молодые мультипликаторы. В конкурсной программе короткометражные мультфильмы, дебютная анимация и студенческие работы. В этом году зрителям покажут десятки часов новейшей российской анимации. Конечно, критериями являются прежде всего художественные качества, высокий профессиональный уровень всех элементов и представителей всех профессий, которые участвуют в создании фильма. Начиная от идеи сценарий, заканчивая финальным монтажем. Все больше и больше студий новых появляется, новых талантливых режиссеров, коллективов и так далее. В наше непростое время это дорогого стоит. В этом году рекордное количество опять сериалов. У нас в конкурсной программе 20 сериалов. В рамках акции «Открытая премьера» новые мультфильмы бесплатно покажут в школах и культурных учреждениях разных районов области. Юных зрителей ждут творческие встречи и мастер-классы от именитых сценаристов и мультипликаторов. У нас 43 точки показа открытой премьеры по Владимирской области. И в этих 43 точках пройдет 87 показов мультипликационных программ. Сконцентрировались на мастер-классах, которые традиционно очень интересны детям. Потому что когда предоставляется возможность что-то самим сделать с теми мастерами, которые приезжают, ну, дети очень хорошо на это, как правило, реагируют. Это вызывает большой отклик. Моя, например, мечта такая очень, я понимаю, что может быть где-то завиральная, но чтобы в каждом населенном пункте численностью от 10 тысяч человек была своя анимационная студия детская. Вот это будет здорово. Мы тогда получим другое поколение наших подрастающих детей и юношей. Впервые в рамках фестиваля покажут работы детских анимационных студий, которые были представлены на Всероссийском конкурсе. Кстати, одним из лауреатов этого конкурса стала Владимирская детская киномастерская «Начало» с мультфильмом 8-летнего воспитанника Алексея Яшина «В деревне Радужка». Это мультфильм про кота, забавного очень кота, которого он сам нарисовал, про забавных птенцов, которых кот нашел в траве. Весь интерес в том и заключается, что ребенок придумал сам и что он воплощает, потому что совершенно невероятные рисунки, совершенно невероятные герои. Окунуться в мир анимации любители мультипликационного искусства смогут до конца этой недели. Программу можно посмотреть на официальном сайте фестиваля. Победители конкурсной программы назовут 17 марта в Суздале. Оксана Любимова, Александр Мажаров, 6 канал.